На завтрак я люблю полезную еду, однако продукт не может быть полезен, если он уже испортился. Проверю-ка я срок годности товара на прилавках этого магазина. Проверять сроки годности нужно на всех продуктах питания, но в первую очередь обращайте внимание на скоро портящиеся товары. Это молочная и мясная продукция. Также на упаковках продукта указывается температура, при которой должен храниться товар. Любые предприятия проверяются в соответствии с указом президента 510. Если это плановые проверки, то плановые проверки проводятся в соответствии с указом, который я назвала выше, не чаще одного раза в год. Но также могут быть внеплановые проверки, а также проверки по мониторингу. К сожалению, нередки случаи, когда покупатели, уже придя домой, замечают, что купили товар с истекшим сроком годности. Если же все-таки покупатель просмотрел где-то, не обратил внимания или в спешке был, то не полениться вернуться в предприятие торговли, если имеется, конечно же, чек. Не зря говорят, чек сохранять все-таки. И оставить обращение в книге замечаний и предложений, либо в предприятии торговли могут произвести замену данного товара, либо возврата денег. Такая жалоба может послужить основанием для начала административного процесса. Вы проверяете сроки годности продукта? Иногда. Ну, вообще, да, обычно. Иногда, чтобы быстрее распродать скоро портящиеся продукты, проводят акции по снижению цен. Но чаще такие мероприятия преследуют другую цель. Проведение акции, прежде всего, это продвижение товара на рынке, как белорусского производства, так и импортного производства. А дегустации и вовсе никак не связаны с истекающим сроком годности. Это, как правило, реклама нового продукта. Что ж, сегодня я не нашла ни одного продукта с истекшим сроком годности. Хочется верить, что в столичных магазинах и не бывает испорченных товаров на прилавках. Но рисковать не стоит. Юлия Борило, Андрей Зарецкий. Утро. Студия хорошего настроения.